Не знаю почему, но такие пирожки с картошкой в нашей семье называют цыганскими. И эти пирожки любят абсолютно все. Для теста нам понадобится 400-450 грамм муки. Сначала 300 грамм просеиваем, добавляем сахар. Нам понадобится 1 столовая ложка. Пол чайной ложки соли. Сюда же. И 6 грамм или граммов, кто как говорит, сухих дрожжей. Все тщательно объединяем. Делаем воронку, вбиваем 1 куриное яйцо. Сюда добавляем 4 столовые ложки растительного масла. И 250 миллилитров теплой воды. Все замешиваем аккуратно ложечкой. И добавляем еще 100 грамм муки. Это тесто нам очень нравится, потому что с ним нет лишней мороки. Все смешали, замесили и отправили в холодильник. Если тесто получается липкое, можно еще немного муки добавить. Тесто убираем в емкость или кастрюльку, смазанную растительным маслом до утра. А для начинки обжариваем лук до золотистого цвета. Отвариваем картофельное пюре. Добавляем специи или просто соль. Сюда же лучок. Все хорошенько перемешиваем и даем немного остыть. А утром достаем из холодильника тесто. Смотрите, какое оно красивое, такое пушистое, мягкое. С ним легко работать. Тесто разделяем на 16 кусочков. Из теста формируем шарики. Раскатываем. И дальше все хозяйки знают, как делаются пирожки. Как защипнуть. Кому как нравится. Форму делайте на свое усмотрение. Мы любим вот так еще и прихлопнуть. Чтобы они были немножко вот такими вот плоскими. Тесто у нас получается тонкое, поэтому оно не берет очень много жира. Жарим на растительном масле с двух сторон до красивой корочки. Пирожки получились большие, пирожков получилось много, ароматные, очень вкусные. А самое главное, что нам нравится. Здесь получается очень тонкое тесто. Много начинки и мало теста. Это просто замечательно. А еще пирожки, приготовленные на таком тесте, не черствеют несколько дней. Это на случай, если вы пирожки не съедите в первый же день. Ждем ваших комментариев.